Вопрос первый, который вы будете. Сейчас я расскажу. Так, мы сообщаем вашим подписчикам, что вы вошли в прямой эфир. Пока все собираются, хотят бы поздравить с отступающим Новым годом наших дорогих подписчиков, дорогих гостей эфира. И сегодня мы проведем прямой эфир, посвященный теме грудного вскармливания и раннего кариеса. Есть ли связь между этим? На вопросы будет отвечать главный врач Дентал Фрэнкези Метро Фрунзинская Екатерина Михалькова. Отлично, к нам уже присоединились гости. Итак, Екатерина Сергеевна, перейдем к основным вопросам. Что говорят исследования? Есть ли связь между кормлением грудью и ранним кариесом у детей? Добрый день. Спасибо, что вы с нами проводите это время. Нам очень приятно, что мы можем дать вам какую-то пользу. По поводу раннего кариеса у детей. Вообще, ВОЗ определяет ранний детский кариес как кариес у детей до 6 лет. То есть, если у ребенка до 6 лет появился кариес, это является ранним детским кариесом. Если мы говорим про совсем малышей, которые только родились, то грудное молоко является хорошей защитой от раннего детского кариеса. Потому что грудное молоко обеспечивает ребенка необходимыми питательными веществами. Грудное молоко поддерживает хорошую микрофлору и кишечника, и полости рта. И это огромный вклад в здоровье ребенка. Поэтому, если есть возможность сохранить грудное вскармливание и кормить ребенка до 6 месяцев только грудным молоком, то это лучшее, что может дать мама для своего ребенка. Если мы говорим про детей чуть более старшего возраста после года, то есть исследования, которые также на сайте ВОЗ можно найти. У них вышел новый документ в 2021 году, который касается раннего детского кариеса. И там говорится, что для детей первых 6 месяцев кормление грудью является профилактикой кариеса. А кормление после года может быть фактором риска. Это зависит от того, какое у ребенка состояние зубов и какой режим кормления не только грудью, но и в принципе какой режим питания есть у ребенка. Поэтому глобально для маленьких детей грудное молоко является профилактикой кариеса. Для детей после года грудное молоко ночью не ограничено, может быть фактором риска. Но ВОЗ рекомендует кормить детей грудью до 2 лет. С полугода до 2 лет вводится прикорм. В этот период ребенок кроме грудного молока должен получать еще другую разнообразную пищу. И они это подчеркивают, что это очень важно. Но при этом режим кормления, уход за зубами и кормление ночью может быть условием, при котором кариес будет развиваться очень активно. Давайте подведем итог. То есть полностью от грудного скармливания отказываться не нужно. Необходимо только не допускать ночных кормлений после года, либо делать в совокупности тщательно ген после кормления. Наверное, это будет немножко категоричное заявление. Вообще нет какого-то правила стопроцентного, которое мы должны авторитарно дать всем родителям. Вот вы строго идите по этой линейке, и все у вас будет хорошо. Все очень индивидуально. Если ваш ребенок и вы очень нуждаетесь в том, чтобы после года получать грудное молоко ночью, то есть смысл сократить количество этих кормлений. После года желательно, чтобы не больше двух раз, два-три раза максимум можно допускать ночью кормление. Ребенок не должен висеть на груди всю ночь. Есть такое немножко грубое понятие – висение на груди. Если ребенок использует грудное молоко в качестве еды, то есть он просыпается, чтобы поесть и уснуть, то эти двукратные приемы пищи ночью в виде грудного молока при отсутствии признаков кариеса у ребенка абсолютно безопасны. Он может есть это молоко, и мама будет хорошо спать, и ребенок будет хорошо спать, и все будет в порядке. Но есть другая история, когда у ребенка кормление грудью является ассоциацией на засыпание. То есть он не умеет сам засыпать, он умеет засыпать только за счет грудного вскармливания. Ему дали грудь, он на сосании засыпает, проходит 50 минут, час, у ребенка меняется фаза сна, и в этот момент ребенок просыпается, ему нужно снова те же условия, в которых он засыпал. В этом случае он будет просыпаться и снова просить грудь. В чем здесь разница? В том, что при кормлении, когда ребенок ест, он сосет очень активно, грудного вскармливания, активно выделяясь, попадая на зубы, в не очень большом количестве. В условии, что ребенок активно сосет молоко, то есть он его использует как еду. Если ребенок использует молоко как ассоциацию на сон для продления своего сна, то он делает несколько сосательных движений, стимулирует выделение молока и засыпает с грудью во рту. В этом случае молоко не будет протекать сразу в горло, и оно будет оставаться на зубах. И у таких детей кариес обычно поражает больше центральные резцы и четвертые зубы, потому что язык придерживает молоко в области верхних зубов. Если ребенок уже был динфицирован серьезными микробами, то ночью при частых таких оставках молока на зубах, создаются в горло, потому что париес вызывает. В течение ночи, в течение ночи, утром и утром и утром поступает в горло, на который микробы начинают размножаться. Из сахара и молока они синтезируют кислоты, и кислоты растворяют эмаль. Поэтому если мы рассматриваем грудное вскармливание именно как еду, то да, оно безопасно. Если мы рассматриваем грудное вскармливание как продление сна в условиях инфицирования ребенка кариесом, это очень высокий фактор риска. И нужно подключать консультантов по сну, может быть, которые помогут вам научить ребенку засыпать без груди, а сформировать какие-то другие ассоциации на засыпание, которые исключат этот фактор риска. Спасибо за подробный ответ. Но все же понимают, что ночью почистить зубы ребенку – это миссия невыполнима. Как же быть? Ну да, если после кормления у вас ребенок на груди засыпает, а вы начинаете ему чистить зубы, то начинается все с самого начала. Поэтому выход, во-первых, создать условия, чтобы у ребенка не инфицировалась полость рта микробами, не облизывать посуду, не облизывать пустышки. Если у родителей или у тех, кто контактирует с ребенком, есть невылеченные зубы, то постараться исключить контакт микробов полости рта человека, который ухаживает за ребенком, с полостью рта ребенка. Чем меньше микробов будет попадать в рот кариозных, тем меньше риск, что ребенок инфицируется. Это один момент. Второй момент. Регулярно приходить к стоматологу на осмотр, если появляются малейшие признаки кариеса. Это может быть маленькое, еле заметное пятно. Если ребенок не позволяет чистить зубы, то родители это пятно легко могут пропустить. И часто бывает, что родители приходят с жалобами на то, что на зубах появился налет, а на самом деле это не налет, а уже большие участки зубов, которые просто разрушены кариесом. Поэтому осмотр стоматолога первый должен быть примерно в полгода. И дальше раз в полгода обязательно нужно показываться. Даже если ребенок не готов к осмотру, его можно немножко придержать. Стоматолог не сделает ему больно. Он оценит состояние зубов. Насколько хорошо вы справляетесь с гигиеной? Есть ли какие-то ранние признаки кариеса, которые нужно выявить и изменить режим ухода? Изменить, может быть, состав паст, взять пасты, где больше содержания фторида, если кариес уже начинается? Может быть, немножко строже подойти к вопросу гигиены, чтобы эти факторы устранять. То есть, если у ребенка все хорошо с зубами, и ребенок совсем никак не дается для чистки зубов, у вас нет простых углеводов в питании, вы не даете ему конфеты и мороженое каждые 3-4 часа, то этому ребенку может быть через усилие оставить чистку зубов только вечером. Но это решать может только стоматолог. То есть, если мы берем общие рекомендации, то чистка должна быть 2 раза в день после каждого приема сладких продуктов. И если мы говорим про ночные кормления, мы понимаем, что это невозможно, то мы стараемся днем устранить все факторы. Ребенок не должен засыпать с бутылочкой во рту или с грудью, как продукт, который он будет просто оставлять во рту и не будет проглатывать. То есть, если ребенок перед сном поел и все содержимое у него проглотилось, ничего во рту не осталось и нет кариеса во рту, тогда это фактором риска не будет. Если есть кариес, то любые продукты, которые микробы могут переваривать, будет этот риск очень сильно повышать. В этом случае надо все-таки стараться очищать зубы. То есть, надо этот вопрос решить индивидуально со стоматологом, оценить все факторы конкретного ребенка и посмотреть, где можно сделать послабление, а где, наоборот, необходимо усилия приложить, чтобы факторы риска были снижены. То есть, если вы понимаете, что у вас после кормления нет возможности почистить зубы, потому что ребенок проснется и у вас начнется все по новому кругу, значит, старайтесь сокращать эти кормления максимально в течение ночи. После года большинство детей вполне способны без питания выдерживать ночь. Они могут поесть хорошо перед сном и ночь, спокойно спать, а утром проснуться и завтракать. Но не всегда это получается такой. Иногда для нормализации требуется помощь каких-то специалистов. Это могут быть педиатры, это могут быть консультанты по сну, консультанты по грудному вскармливанию. Это должны быть те люди, которые компетентны в этих вопросах, которые поймут конкретно вашу ситуацию и помогут, исходя из вашей ситуации, организовать правильный режим ухода и питания. Супер ответ. Давайте к следующему вопросу перейдем. Может ли есть безопасная для зубов альтернатива ночным кормлением грудью? Вода. Вода – это самый безопасный вариант ночью. Если, опять же, мы говорим, что ребенок маленький, и он не может без груди, то, конечно, он получает грудное молоко. Дети после года нужно решать с педиатром и с консультантами по режиму дня по сну, которые помогут вам правильно выстроить день. Иногда бывает, что у ребенка просто весь режим дня неправильно организован, он очень мало ест днем, и ночью он пытается это компенсировать. Или, например, у ребенка уже могут быть разрушенные зубы, он может плохо спать ночью, потому что они у него болят, и ребенок пытается висеть им на груди просто утолить эту боль, которая его мучает. Поэтому альтернатива грудного молока или бутылочки ночью безопасна – это только вода. Ничего другого безопасным быть не может. А что вы скажете про кормление из бутылочек, так называемый бутылочный кариес? Из-за чего он возникает и как его не допустить? Возникает этот кариес, когда ребенок спит с бутылочкой во рту, когда он засыпает, и так же, как и с грудным вскармливанием, у ребенка возникает ассоциация на засыпание в виде бутылочки. Бывает, что родителям удается отказаться от грудного вскармливания, потому что и мама уже хочет, не готова продолжать. И есть, например, первые признаки кариеса, и ночью нужно убирать кормление грудью, но родители заменяют это бутылочкой с соком, с компотом или с молоком или со смесью, и получают тот же самый результат. То есть бутылочный кариес возникает тогда, когда в течение ночи, чтобы этого не было, ночные какие-то после года кормления должны быть исключены по возможности. Опять же, по возможности. Разные бывают ситуации. Бывает, ребенок нездоров. Бывает, у ребенка какие-то неврологические заболевания, которые требуют этого. Мы говорим о детях, которые здоровы в целом. Как это должно происходить? Но бывают исключения. Чтобы не было бутылочного кариеса, как только ребенок способен пить из кружки, нужно убирать бутылки и оставлять только кружку. Вот такой может быть совет. И ночью только вода может быть в качестве напитка, который ребенку допустимо пить после года. Года, мы говорим о ночных кормлениях, они происходят с интервалами в 3-4 часа. Тогда они будут безопасны. То есть у ребенка не будет всю ночь бутылочка. Его нельзя с бутылочкой в руках оставлять на всю ночь, чтобы он подсасывал в течение ночи бутылочку. Хорошо, давайте резюмируем. Дадим несколько рекомендаций нашим подписчикам, и мы переходим к вопросам. Резюмируя, грудное вскармливание – это лучшее, что может дать мама для того, чтобы ребенок рос здоровым. Ее есть эта возможность. Если нет возможности, то есть альтернатива, позволит также ребенку быть здоровым. Но если мы говорим о том, что можно сделать, если создаются условия, то это, конечно, грудное молоко. До полугода грудное молоко является самым полноценным и здоровым источником питания, и больше ничего не нужно в качестве еды и напитков для ребенка до полугода. И грудное кормление малышей является хорошей профилактикой корейса. Для детей после года, если есть желание, необходимость, то можно сохранять грудное вскармливание минимум двух лет, некоторым хочется и дольше. Это можно по обоюдному желанию, но после года не должно быть частых ночных кормлений. Больше двух-трех раз существенно повышает риск корейса. Для того, чтобы контролировать состояние зубов, нужны обязательно осмотры стоматолога минимум раз в полгода, начиная с прорезывания первого зуба. Если мы говорим конкретно про Россию, то у нас очень высокий риск корейса за счет маленького содержания фтор, поэтому мы рекомендуем малышам пасты с фторидами. А последний документ ВОЗа даже рассматривают вариант с назначением таблеток с фторидом. То есть даже такой есть вариант при очень высоком риске корейса. Бутылочки ночью мы стараемся после года не оставлять ребенку. Никаких ночных соков и компотов совсем не должно быть. Ночью может быть только вода. Режим гигиены зубов два раза в день и каждый раз после приема сладких продуктов. Хорошо, спасибо за рекомендацию. Мы переходим к вопросам от подписчиков. Сейчас разберем, которые нам задавали перед эфиром. И можете задавать их прямо сюда. Тоже разберем. Первый вопрос. Ребенок один год десять месяцев несколько раз в день за ночь сосет грудь. Критично ли это для зубов? Карейса ни одного нет. Если ни одного корейса нет, то это абсолютно безопасно. Можете продолжать грудное вскармливание ночью. Если маме это не доставляет проблемы, дискомфорта, то можете продолжать, но обязательно следить за состоянием зубов. Следующий вопрос. После грудного коробления нужно очистить зубы? Если нет корейса, и это не ночные частые прикладывания, то нет. Грудное молоко является полезным веществом в отсутствии кариеса ночью. Оно абсолютно безопасно. Третий вопрос. Когда ребенка нужно отучать от кормления грудью ночью? Ребенок постепенно будет отказываться сам. Если у ребенка нет кариеса, то вы можете ночью продолжать кормить столько, сколько вам нужно. Если у ребенка появляются малейшие признаки кариеса, то это тот момент, когда нужно переходить на сокращение ночных кормлений. Отлично. И последний вопрос, который у нас был задан до этого. Что делать, если ребенок бросит сам ночью грудь? Это зависит от возраста ребенка. Если это маленький ребенок, ему там 3-4-5 месяцев, то, конечно, вы ему спокойно можете давать. Но нужно смотреть, как раз после 5 месяцев ребенка можно потихоньку учить самостоятельному засыпанию. Это, опять же, нужно решать с консультантами. И очень чутко и внимательно относиться к этому вопросу. Так вот, если ребенок маленький, ему ночью хочется есть, то, конечно, ему нужно это давать. Если ребенок после года, и он не может спать, он просит еду, именно еду, надо посмотреть, что с режимом не так. Почему ребенок после года нуждается в ночных докормах. Если у ребенка нет кариеса, он после года просит грудь, то ему можно давать. Но, опять же, нужно следить за состоянием зубов. Ну что ж, мы на этом сегодня заканчиваем. Благодарим Екатерину Сергеевну за подробные ответы, за рекомендации нашим гостям эфира. Эфир будет сохранен, поэтому, кто не успел, можете переходить в наши длинные видео и просмотреть. С наступающим вас Новым Годом! Будьте здоровы, всего хорошего!